В целях произнесения торжественных тостов и речей, пожалуйста, проходите сюда все. А где герой наш, извините? Не сверките героя. Вот герой. Вот герой, пожалуйста. Я сначала скажу два слова про то, что у нас сегодня день рождения клуба. Нам сегодня 8 лет, а, конечно, по сравнению с такими гигантами, как Ковчег, например, 30 лет, это все равно что ничего. Но, тем не менее, мы продолжаем существовать. Кого-то даже радуем своим существованием, кого-то в меньшей степени. Вот. Значит, в очередной раз хочу сказать спасибо своим друзьям и коллегам, с которыми мы работаем вместе практически с первого дня. Это же важно, что все 8 лет мы в одном и том же составе существуем. Вот. И тут я хочу сделать плавный переход и сказать, что я, конечно, очень рад сегодня вам представить выставку Германа Алексеевича Мазурина, который сам по себе представлено, конечно же, не напыкается, потому что все его и так знают. Вот. Преодолевая, в общем, надо сказать, ужасное сопротивление Германа Алексеевича, нам эту выставку удалось все-таки сделать. Он сопротивлялся, говорил, что она не нужна, никто не придет, никому не интересно. Все это видели и знают. Ну, и, в общем, много еще разных мудрых слов, присущих к возрасту вам друг друга. Вот. Но, тем не менее, мы эту выставку сделали, и вот рады вас сегодня всех на ней видеть. На этой ноте оптимистически я хочу Герману Алексеевичу предоставить возможность что-нибудь сказать. Обычно ритуал так бывает. Все говорят, говорят, что выставка. А выставка. А выставка. А выставка. Жиловат последний. Можно и так. Все равно. Хорошо. Да, я, конечно, немножко затрудняюсь, с чем бы начать, потому что Герман Алексеевич, я знаю всю свою сознательную жизнь, а то как родилась. И в соседнем подъезде жил этот замечательный чудесный художник, и у него была милая дочка, которая вот тоже тут стоит, и мы дружим вот просто из колясок. И я, конечно, очень завидовала Анюте, потому что, боже, папа, художник, так здорово, он тут рисует, вообще как-то лепит снеговиков, красит красками. В общем, страшно, я завидовала. И тоже поняла, надо рисовать, тогда как-то я буду поближе, и тоже может быть. Вот. И первые уроки получала Герман Алексеевич совершенно безвозмездно. Спасибо вам большое, Герман Алексеевич. Должна, должна быть. Должна вообще вот просто, пополонно и даже больше. А теперь по поводу выставки, конечно, это всегда завораживает вот этот процесс наследия художника. Он создает этот мир, в который мы как бы так входим смело и немножко ошарашиваем. Во-первых, они чрезвычайно добрые, как и сам Герман Алексеевич, это добрый, скромный, вот, так сказать, передыдущий оратор говорил об этой скромности, который просто зашкаливает реально. Профессор, академик, заслуженный, всё-всё-всё, куча учеников. И всё время вот, ну как бы, ну ладно, ну пусть они проходят, им надо, вперёд этим молодым пусть рвутся. А мне вроде как уже ничего не надо. И когда вы будете смотреть на картинки, вот я, например, смотрю, я знаю круг общения, ну более или менее, конечно. Во-первых, вот бабушка Тина, и так там вы увидите меня маленькую, Анечку маленькую, там наш Саш Саракатов, с которым мы учились в саду. А вот в кресле, вот в кресле, Нона. Да, я такая немножко китайская девочка, у меня, видимо, совсем не было глаз. Это я, да, да. Вот, поэтому это, конечно, очень мило, очень приятно. Это вот мой мир, который я просто, конечно, обожаю. Я думаю, что любой человек, который смотрит на эти инострации, это чувствует, потому что невозможно не чувствовать, настолько это всё жизненно. Эти персонажи, ну, кажется, что они живут отдельной жизнью. Герой Алексеевич, я вас очень люблю, я хочу вам пожелать здоровья, чтобы вы ещё рисовали. Это, кстати, удивительно трудоспособный, трудоголик человек, когда он успевает на коленке и на броске, и какие-то деревья, и цветы. И руки, и портреты. Это вот то, что вы видите, я не знаю, это сотая часть или тысячная часть. Тысячная, наверное, мастерская, просто холода, потолка, папки, 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 рисунки, рисунки. Игорь Алексеевич, продолжайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Спасибо. Так, следующий. Давай. Следующий. Кто следующий? Лариса Михайлович, может быть? Ну, давайте, наверное, я. Давайте. Кто-то представляетесь? Бойцы. Так, сам и вам. Возьмите. Примерно, только в Израиле. Можно я так? Да, я вам так. Ну, друзья мои, конечно, многие собравшиеся здесь хорошо знают Герман Алексеевича. И как профессора, как замечательного педагога, как удивительного художника. Я лично поклонница и творчества Германа Алексеевича, и поклонница его человеческих качеств. Удивительно добрый, открытый всем поколением человек. И, наверное, поэтому доброе такое искусство. Не только высокопрофессиональное, но и доброе, теплое. Я думаю, что мало кто из вас знает как раз о том, что Герман Алексеевич у нас в Союзе художников России многие годы, десятилетия даже, да, он как бы продвигал эстетическое воспитание, комиссия по эстетическому воспитанию. И я думаю, что, наверное, Герман Алексеевич, мы возродили все-таки эту комиссию, может быть, даже когда, если удастся возродить, он и возглавит ее, и так дальше будем как-то вместе держаться. Вам огромное спасибо за все, что вы делаете для молодежи. И вот разрешите мне вам получить такую небольшую повышение секретариата, небольшую наградительную бумагу. И здесь же я прикладываю такие благодарности для ваших учеников. Дело в том, что за время работы в комиссии по эстетическому воспитанию Герман Алексеевич сумел создать колоссальную сеть из своих учеников по всей стране. У него везде, значит, вот, свои люди, да, и все активно эстетически воспитывают и так далее. Поддерживает Герман Алексеевич с ними очень теплые, хорошие связи, ну, и творческие и так далее, поддерживает их. Ну, в общем, спасибо вам за то, что вы такой сердечный человек и за то, что вы такой яркий художник, присутствуете в нашем искусстве. Спасибо. А вот Марин Михайлович Косунников, замечательный художник, сосед Герман Алексеевич в мастерской и старинной дырке. Я правильно все с тобой? Все правильно. Все говорят, как мы Герман Алексеевич замечательный художник и все такое. А мне хотелось бы чуть-чуть объяснить профессиональному языку, почему то, что мы видим, нам нравится. Ну, надо заглянуть чуть далеко, хотя я должен говорить, вот она все-таки. Идет школа Борисов Дегтярева. И такой замечательный преподаватель Дегтярева, что от него уходили... Нет, упускались. Упускались. Самые разные века художники. Каждый находил в его теории какие-то свои качества. Ну, и что касается Германа, то, конечно, вот говорилось, что рисовывает много, но мне хотелось бы обратить внимание на слово, которое здесь термин, которое здесь пока что, кажется, не упоминалось. Это слово сопереживание. То есть, вот когда художник что-то рисует, но мы говорили про мультипликаторов, что вот рядом зеркало и какую-то рожь надо состроить. Вот, и художник строит эту рожь, и глядя в зеркало, рисует свой персонаж. Я не видел рядом с Германом зеркало, но то, что каждое линия, каждое движение в лучших его работах бережит. То есть, вот поворот головы, какой-то взгляд какого-нибудь мальчика, чуть-чуть в сторону, чуть-чуть на дно головы, поворот, схватка. Вот, все это сделано легко и играет на конечный результат. И вот художник пронес вот это вот свое трепетное какое-то, трепетное чувство к происходящему, но надолго. Я думаю, что будет и дальше. Спасибо. Да. Анатолий Зинович, может ты? Я был на одной из выставок Германа несколько лет тому назад. Это было на факультете в Сурикольском институте. Выставка была побольше лета, очень представительная, хорошая выставка была. Я хочу сказать, такой несколько анекдотический момент был на этой выставке. Дело в том, что один из коллег Германа, я не помню его имени, он очень глукомысленно заявил. Я думал, он недавно прочел Достоевского. И, значит, великий инквизитор его очень заинтересовал там. И он, значит, сказал, что, ну что вот Герман, хороший художник, но вот чем он занимается? Говорит, это как ерунда. Вот нужно делать какие-то серьезные вещи. Вот я предлагаю ему заняться Достоевским. Но мне показалось, что это ужасно смешно, потому что каждый художник, он хорош именно в своей области, понимаете? А Герман – это мягкий, лирический, такой детолюбивый художник. Зачем ему Достоевский? Вот, но дело, это анекдот. Но на самом деле, вот он делает очень простые вещи. Он простой, даже несколько наивный художник. Но его вещи чрезвычайно искренние. В них есть вот любовь к ребенку, любовь к человеку. И это ценнейшее качество. И мне кажется, что эта выставка как раз это и подтверждает. Здесь показаны вещи, которые сделаны довольно давно. Вот я не знаю, здесь нет новых вещей, да? Ну, в деле почти нет. В России, почти нет. Потому что Владимир не любит. Он любит только антикланы. Ну да. Да я знаю, что Владимир любит собирать книжки, которые были в его детстве. Вот он их любит, и поэтому он собирает именно это время. И это там в 60-е годы. Ну, важно, что он собирает. Важно то, что мы видим. Понимаете? А видим мы замечаем походу. Которого я поздравляю с этим самым делом. Спасибо. Кто не хочет еще? Надо делать руку. Отсадок не может быть. Монтаж не может быть. Да, можно. Вот будет монтаж. Мы просто все очень любят Кирпича. Алексеевича. Мы не можем... Ни одна из нас не может промолчать, будучи здесь сейчас. Ну, конечно, мы хотим, господи, поздравить вас, мы перед тем. Это очень хороший, солидный возраст. Мы, конечно, в 2-й классе. Я вам желаю, вам будет в школу, успешно и дальше. Это не детство. Потому что художников много, и надеюсь, на это дело найдется. В курсе вас отличный. Я сразу поняла, что вы все были рядом, поэтому мы вписали. Новую книжку Германа Алексеевича, которую он сделан со всеми делами. Я ее еще не видел. Я вот ее уберу сейчас первый раз. А мы специально не показывали, для того, чтобы... Как он ее покупал. На самом деле, у книжки «Интересная история» Оксаны и Дагмарит, и книжки более сочувствующие. Мы все очень волновались, потому что автор Грабирин, он такой бог, невозный товарищ, как-то... Книжку вот так, подержите, пожалуйста. И все снимайте, кто здесь есть, потому что... А мы... Хорошо, я еще потом покажу. Короче, этот Грабирин даже с нами не выходил на контакт. Он с детства через агента, он с детства делал у себя рубинки. И все время делал замечания, вот как надо сделать. Вот пускай художник сначала попробует образы, я выберу, потом одежду, потом еще что-то, пакет, потом уже подготовлен картинку, он делал кучу права. А где-то здесь он как мальчик, он все не прибегал, а вот еще, вот еще картина, вот еще, вот вам образы вот этих вот. И в конце концов, когда мы сделали макет, у меня остались еще картины, их невозможно было не использовать. И мы их поставили просто даже в содержание, потому что, ну, вот мне кажется, это очень, очень сложно и очень богато. Я даже не видел, потому что мы не могли отказаться от этого. Их было очень много осталось, еще больше. Ну, самым зрителем, я пошла с одному автору, я говорю, ну, вот так и так проявлено звучит. Имеет ли он право? Я говорю, конечно, он же такой уже возрастной, известный, пожилой. Я говорю, ну да, пожилой, и ты права. А потом, я когда это трянула в Википедии, я увидела, что Геннадий Алексеевич нашел Курташ. Извините, конечно, я... Я его старшую? Да. Это, хвала вашей справедливости. Вашим домам. Два слова, наоборот, сейчас. Спасибо. Я могу только добавить то, что если бы не Наташа Федорова, мы бы эту книжку, наверное, не выпустили, потому что она отстаивала просто права художника, потому что Агент был очень таким, ну, серьезным человеком, все время выправлял, хотя картинки действительно удачные. Они очень хорошо дополняют произведения. Вот. Поэтому спасибо большое Геннадию Алексеевичу за эту книжку. Это просто судьба, видимо, такая. Спасибо. Я хочу добавить, что Крапивин, я первый раз его делал, он давно очень пишет, я его с детства знаю, даже знаю, ну, то есть с его детства. Вот. Я знаю, что он делал диафильмы, моя жена была редактором его фильмов в студии диафильмы, они с ним тоже много разбирались. И Крапивин иллюстрировал один художник, Медведев, 40 или там 30 лет делал его Медведев, он никому больше не поверял. И вдруг Медведев отказался и не стал эту книгу делать. Ну, она трудная, много действующих лиц, там, большая работа, там, огромная, это целый год я делал, вот. И он отказался Медведев делать, вот меня попросили, что же делал, надо, я говорю, если я смогу, если я сумею, то я возьму. Сейчас не сумею, что извините, я еще не видел, получалось. Ну, я просто знаю, что Медведев был, так что спасибо вам за издание, я уже буду разглядывать сегодня первым разъедом. Значит, кто-то приезжает, я вас доводил. Можно мне сказать, да? А, конечно, пожалуйста, всем желающим, что мы довелось. Я вам доверю, я вам доверю, считайте, что это и все происходит. Спасибо, дорогие женщины. Дорогие друзья, мы познакомились с Германом Алексеевичем в начале 70-х, когда, простите за грубое слово, когда художники рыскали по деревням, искали иконы, и все-все-все время. И они за банку консервов, за бутылку лодки все это скупали у деревенских. Мы выбрали такое шикарное место, что туристы, если вы слышали, в Тверской области. Из лучей на реке, в комнате и на холме замечательная церковь еще Екатеринских районов. Ну, конечно, она вся разграбленная, конечно, там какие-то детали в каждом доме. И когда мы смотрели на другой берег, там тоже была деревня, часовня с крестом. И мы думали, нам сказали, что вот там живет художник. И мы думали, какой же художник. И мы пошли в лес, носили ваниху и постричались там. И вот Галя, жена, и Анечка, совсем маленькая девочка, пригласили нас к себе в гости на сыроежки. А у них такой дом был громадный, знаете, бревна вот такие необъятные. И мы пришли к ним в гости, огромная сковородка с сыроежками. И так мы подружились. И вот в какой-то... И для товарища Михайловича мы тоже его там встретили, сидели в никого. И в какой-то момент дом сгорел у них. И они переселились к нам, в нашу деревню. И самая замечательная черта у Германа Алексеевича, он для всех детей устроил шиглянку. А там течет река Шигра, которая попадает в Тверец, а Тверец в Волгу. И вот он устраивал шигряды, вывешивал такие рекламные плакаты. Все выступали, все соревновались между собой. И я хочу вам сказать, в этой деревне не было ни одного. Дети выросли, и все очень приличные и порядочные. Потому что они устроили праздник, все пекли пироги, все выходили на круг. И Герман Алексеевич со своим любимым внуком Антоном танцевал и устраивал спектакли. Это было нечто. Так что, спасибо вам за дружбу. И всего самого хорошего. Спасибо большое. Она, как сказал, самая главная деталь. Самая главная деталь. Когда дом сгорел, сгорело шесть домов, а мы в лес ушли, из леса пришли. А Аня была в доме. Я сразу крикнул, а девочка у тебя? А она с речки бежит, вымылась. И говорит, папа, наш дом горел лучше всех. Браво. Я запомнила на всю жизнь. Ну, после этого... Ну, было много. Сейчас же деревня пустела, сейчас там лес растет. И все уходят, уходят, и очень грустно. А деревня красивая. Можно я еще скажу? Так, вот со мной пришел Амар Годин. У нас, вы, наверное, все его знаете. Он закончил Суриковское. И оказалось, что Герман Алексеевич был его преподавателем. Да. И я однажды, однажды, я решила их познакомить. И когда они встретились, ба, так мы знаем друг друга. И Герман Алексеевич принес рисунок Амара, когда ему было 28 лет, и у него была шевелюра Анжела Дэвис на голове. Дайте ему слово. Он учился у нас на факультете, но не в книжной мастерской, а в плакатной. Но все равно мы общались. Он у меня был на третьем курсе, учился рисунком. Я его запомнил хорошо. И через много-много лет он сам с Кубы приехал. Он кувинец. И он с тех пор здесь живет. И он, в общем, у нас в России работает здесь, в России. И вот мы сейчас встретились через много-много лет, и он хочет сказать слово. Я хотел бы поздравлять, что он замечательный преподаватель, его имя Герман Алексеевич. Потому что, видите, я вспоминаю прекрасные времена, в Сурикосском, как и наши замечательные преподаватели. Я помню прекрасный, вот такой, он всегда свой чувственный юмор, туда-сюда постоянно что-то рисовал. Даже я не заметил, когда меня рисовали. Потому что он всегда ничего не пускал. Это говорит, его профессиональности. И поэтому мне не было там иллюстрации, профессиональности высокого класса, и все характеристие человека, пластиковый, все передает замечательно. Поэтому, конечно, я сегодня, я хочу узнать, и я обязательно спасибо, что сегодня, то, что сегодня, то, что было право, и сантех, и на русском, и с юбилей, и я был обязанно сегодня прийти, тем более, то Герман Алисеевич, они тоже недавно, то, что открывали, у меня выставка персональная, там, на Лавруссинске 15, и... Да, я был у него. Да, и поэтому я, специальный скуп, или те же, то, что мы поздравляем. Спасибо. С замечательным, жаляю вас, это, очень годоголеты, здоровья, крепкое здоровье, потому что мы были поняли, у вас мотык, и нужно, чтобы держаться, потому что, вы все трудите, и работаете, и вам очень нужны, спасибо большое. Очень жарко, когда вы говорили слово, очень жарко. Можно, Павла? Я обстанусь кратко, но... Суть, суть... Чего? А, хочешь сказать? Можно, да. Это Юрий Попков, племянник, Виктор Попков, с которым мы вместе учимся в институте. Поп, я ждал слово, пока выскажутся старшие товарищи, но не мог его ни выйти, ни сказать, потому что замечательный мастер, с которым нас познакомил Виктор Попков, несмотря на то, что его уже не было. Я собирал воспоминания о Викторе, и, конечно, зашел в мастерскую Герману Алексеевичу, и был поражен. Я знал, что есть такой мастер, педагог, великолепный. Иллюстрации, конечно, с детства помню, но меня поразило то, что рисунки, которые он мне показал с натуры, особенно детские, великолепны просто. Я до сих пор вспоминаю с удовольствием. Такая пластика, красота, и не буду долго говорить у Лыжака, хочу сказать одно. Я вспоминаю, Дмитрий Жилинский, наверное, говорил, у вас хороший рисунок, но некрасивый. Вот у Герма Алексеевича замечательный рука, замечательный рисунок, все и композиционно, все выверено точно, интересно и красиво. Вот это вот самое-самое-самое-самое-самое-самое. Долгих вам лет, добром здравии, новых работ и хороших учеников. Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить инициатора этой выставки, Вадима, Гедуфа. Он действительно, он правда сказал, что он долго-долго меня уговаривал. Может быть, нет, но прошло больше года, конечно, может быть, два года, мы все время меня уговариваем. Давайте, давайте, я дам. Да нет, я не достоин, мне не хочется, ну, не хочется как бы период усовываться, зачем мне это надо, пусть другие выставляются. Я должен делать свое дело, основное дело у меня – преподавание, по воскресеньям, по воскресеньям, субботам, ночам я рисую не для выставки. Совсем не для выставки. Мне кажется, что художник-иллюстратор, он рисует иллюстрацию в книгу, и он рядом с писателем разговаривает, с читателем, юным, самым я делаю для юного читателя. И юный читатель, смотря рисунки, читая текст, он получает общее впечатление. Пусть я на втором плане, я и хотел бы быть на втором, не на первом, а на первом писатель. А выставка – это уже его дело. И он, когда пришел ко мне, много раз приходили, мы обсуждали это, я отказывался, и он выбрал совсем не те работы, которые я показал, потому что я их никогда и не имел в виду. Это старые работы, давно сделаны еще даже в институте, после института. Здесь есть работы, которые я сделал в институте, еще будучи студентом. И после я сделал много работ лучше, намного и последняя работа лучше. Я считаю, что они очень хорошие, но они ему даром не нужны. Даром? Можно? Нет, почему? Я так можно, что и даром. Даром? Ну, во всяком случае, эта выставка, если вам нравится, это вот его вкус, он выбрал такие работы, потому что из моих сделанных работ для множества книг и журналов, может сделать совсем другие. А хотите на тему войны, хотите на тему войны, и они все будут разные. И это... Все вы хорошие? Нет. Дело в том, что я плохой художник, потому что не цельный это называется. Я по-разному все читаю, по-разному вырисую, по-разному все делаю, соответственно, писать, для которого мне попадается. Кстати, я делал и Достоевского. Детям. Кстати, Детям. Ну, это не мое. Я вообще Достоевский, он мне труден даже для чтения, он тяжелый, мне кажется. Спасибо Вадиму за то, что он организовал, отобрал изящную работу, хорошо кантовал, писал. Просто я не узнаю свою работу, они совсем другие. Они лучше, они наряднее, хотя я все время утверждаю, что рама для произведения имеет маленькое значение. Произведение как есть произведение, так оно и есть. А рама только помогает продать здоровье. Ну, задаем с открыток и свою часть. Спасибо, Вадим. Спасибо. Всем вам, что пришли. Вот нельзя, чтобы не сказал Борис Хальшанский, мой ученик, он у меня учился в книжной мастерской, давно он уже возрастом, он давно учился, он замечательный художник, он отличный мастер, живописец и книжник, он очень много делал книг, но пришел в жизнь. Просто он скажет про смысл. С удовольствием, Герман Алексеевич, для вас хоть 20. Ну, что сказать, Герман Алексеевич как художник, это уникальный человек, как художник, потому что то, что он делает, извините, в наше веселое и доброе время, когда идет переформатирование, кинетика, молодежи самые страшные, вот эти работы, это уже классика, которая недостижима в современном уровне. Я вот себя вспоминаю, я учился извинить меня на ваших работах, Герман Алексеевич, мне 7-8 лет, как помню, я научился читать, подкинули, старик Хатайбович, Томас Сойера, и у меня до сих пор перед лозами стоят эти замечательные, великолепные иллюстрации. Вы классик для меня всегда были, есть, и Бог даст, будьте. Но мне хочется еще немножечко о другом сказать, как о педагогике, именно, Герман Алексеевич. Это же уникальный педагог. Я не знаю, это талант от Бога. Я до сих пор, хотя он меня ругает периодически, но слава Богу, меня не зашкапливает на поворотах, то есть самооценка должна быть у каждого художника, к сожалению, это далеко не у каждого, на 99% все настолько влюблены самого себя, любимого, что на любое замечание раз, прямо пушки, как привык, Герман Алексеевич. Я считаю себя до сих пор вашим учеником, хотя, может быть, вы можете отрицать, но вы не ответите. Все. Слава Богу, что вы есть, что вы вот позволили мне приобщиться к высокому слову русского искусства. Знаете, это дорогого стоит. И все время до сих пор еще меня так подучиваете на поворотах, иногда зашкаливает на виражах. Так что, дай Бог, как педагог еще, чтобы вы передали следующим поколениям то, что вы умеете, то, что вы знаете. Та культура, которая стоит за вами плечами, извините, это дорогого стоит. Это не каждому так что, Герман Алексеевич, долгих лет вам здоровья и творческих подъемов, чтобы расходила вам русская сухая. Я считаю, последнее выступление можно считать просто, и уже пора перейти к процедуру. На этом мы рассчитаем выставку открытой. Герман Алексеевич еще раз поздравляем. Ура! 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 Ура!